ПЕСНЯ ПЕСНЯ Борис Леонидович Пастернак родился 29 января по старому стилю 1990 года, в семье знаменитого художника Леонида Осиповича Пастернака и художницы Розалии Сидоровны Кауфман. Семья была необычная. Отец, к тому времени академик Петербургской академии живописи, жил в Москве, дружил с Львом Толстым. В доме бывали Скрябин, масса композиторов, писателей, они дружили со всеми. Это был один из центров культурных. Мать его была выдающейся пианистой. В 13 лет она играла концерт. И Антон Рубинштейн выскочил из зала, опнил ее и сказал, вот как надо играть. Она была то, что называется мундеркинд. Очень рано она эту карьеру начала. Когда они поженились, уже Леонид Осипович жил в Москве. И Розалия продолжала концертировать, продолжала учить детей. Все шло прекрасно. Были большие концерты. Вот однажды она выступала в колонном зале. И ей сказали, что ребята заболели. Что у них высокая температура. И что непонятно, что с ними происходит. Она побежала, бросив публику посреди концерта, побежала домой. И пока бежала, дала себе за рук. Никогда больше не выступать на сцене. И этот за рук она выполнила. Больше на сцене ее не видели никогда. Хотя музыка продолжала звучать в доме. Собирались композиторы. Играли квартеты, трио, на двух роялях. И маленький Борис все это слышал. И естественно, его первым поползновением было стать музыкантом. Дело в том, что Борис Пастернак относился к тем нечастым людям, которых мы сейчас обзываем таким словом перфекционизм. Он должен был быть всегда совершенным. Первым. Никогда вторым. Он обожал Скрябина. У них были личные отношения. Однажды он пришел к Скрябину, принес партитуру двух своих прелюдов. Начал играть. Скрябин пришел в волнение неописуемое. Сказал, что о способностях говорить смешно. Но тут настоящий талант. Он вышел от Скрябина и решил с музыкой расстаться навсегда. Вот странное дело. Он был уверен, что у него нет абсолютного слуха. То есть он не может на слух определить высоту ноты. Ему Скрябин говорил, что это не важно. Это важно для настрощика. Совсем не важно для композитора. Но тут был неожиданный поворот. Он играл прелюдию. Скрябину понравилось одно какое-то место. Борис начал его играть и сыграл в другой тональности. Скрябин этого не заметил. И он понял, что и у Скрябина абсолютного слуха нет. Ну, казалось бы, ну и что? Ну, вот тем не менее. Второе увлечение Бориса было рисование. До сих пор остались ему рисунки. Очень хорошие. Но папа был художник. Он же не мог быть как папа. Хуже он не хотел, лучше он не мог. И он оставил рисование. Он поступил в университет. Сначала на юридический факультет. Потом на философский. И когда в 1912 году, на летний семестр, он уехал в немецкий город Марбург, где преподавал замечательный профессор Каген. Его хвалили. Ему говорили, что он должен остаться и преподавать философию. Но диплом к генерату философии в Московском университете он не пошел забирать. Этот диплом до сих пор хранится в архивах университета. Вот ведь как. Потому что к тому времени были написаны 10 стихотворений первых. И я все-таки думаю, что абсолютный слух у него был. Был, потому что если бы не было, он бы не разглядел, не расслышал своего истинного признания. Чем, вы знаете, я когда готовился к семинару, я очень много перечитал всего. И у нас же недавно был Маяковский. И я... А эти двое любили друг друга. И Пастернак находился под некоторым влиянием Маяковского, особенно в первые годы. И я решил понять, в чем все-таки принципиальная разница. И мне кажется, я понял эту разницу. Маяковский не менял формы до конца. Он менял содержание. И то, о чем мы говорили, то, что мы ставим ему некоторый упрек. Хотя я не знаю, можем ли мы ставить кого-то что-то в упрек. Но, во всяком случае, и Маяковский ранний, и Маяковский поздний. Это два поэта, говорящие о разном. Пастернак менял форму, никогда не меняя содержание. Он старался быть понятным. У него вообще была странная идея. Он хотел быть как все. Он постоянно хотел быть как все. Его мучило, что он не как все. И когда в 50-м году он лежал с инфарктом в Боткинской больнице, он был страшно рад, что его положили в коридор. Как все. Как все. Вот это вот, обидеть Пастернака или заставить его напрячься, можно было сказать, что его стихи непонятны. Он пережил это мучительно. Мучительно. Если мы посмотрим на любой сборник Пастернака, мы под многими стихотворениями увидим две даты. 14-й, 28-й, 13-й, 29-й. Он переделывал стихи постоянно. Старался сделать их более понятными. Иногда при этом стихи проигрывали. Что и говорить. Но все-таки он неуклонно добивался, чтобы впасть, как в ересь, в невиданную простоту. Это его слова. Это была непростота. Кстати, вот в этом же стихотворении, мы потом его прочтем, он пишет о том, что надо быть проще, но им, читателям, доступнее и сложнее. Вот ведь как интересно. Пастернак проделал большую внутреннюю эволюцию, которая в двух словах складывалась вот как. Значит, 900-й год. Первый сборник «Близнец в тучах» 13-й. Вспомним, что у нас было в 13-м году. В 13-м году у нас вовсю были футуристы. Вовсю. И Пастернак примыкает сначала к центрифуге, потом пранк быстро выходит. Маяковский произвел на него потрясающее впечатление, заворожил его буквально. И вот здесь единственный момент, когда мы могли бы не услышать поэта Пастернака. Потому что Пастернак понимался именно о том, что он начинает подражать Маяковскому. С его-то перфекционизмом это могло плохо кончиться. Ну, не кончилось, слава богу. Все было как надо. Пастернак принял революцию восторженно и очень долго хотел быть советским человеком. То, что было ясно Мандельштаму, Ахматовой, Цветаевой с самого начала, ему было с самого начала неясно. Он хотел бы быть советским. И он об этом постоянно говорил. Даже трагическая судьба Гумилева прошла не у него и не насторожила. Никак. Когда он познакомился с Цветаевой, ну, многие говорят о романе. Да не было там никакого романа. Это было совсем другое. Это был роман виртуальный, в письмах. А в жизни могло быть так. Он стремился в Париж, чтобы увидеться с Мариной. Они сидели в кафе. Он сказал, Марина, я пойду куплю папирос. И не вернулся. Они перед этим еще в Москве шли на похороны Скрябина. Она видела его рядом с собой. Когда она нашла до кладбища, Пастернака рядом не было. Вот так он мог исчезать. Вот так. Так что эти отношения, они, конечно, очень сложные. В них есть горькая нота. Когда Цветаева приехала в Союз, Пастернак не кинулся ей помогать. Хотя вообще-то он помогал всем. И потом высылал деньги, и помогал и дочке Ариадне. Так вот, значит, советский человек. Когда это кончилось? Окончилось это в 30-е годы. В 30-е годы, во-первых, кончается мобильский Маляковский. Для Пастернака, любившего его, это было больше, чем трагедия. Потому что он увидел, что один из его единомышленников, вот к чему он себя привел. Что жизнь практически проиграна и кончена. И он начал задумываться. Книга «Второе рождение», которую он написал в 32-м году. Она как раз об этом и говорит. А дальше... Вообще все его попытки приладиться к современности относятся к 25-26 годам. Это и ветеран Шмидт, который, кстати, резко не принял от Цветаева. Ей герой не понравился. Она говорит, зачем вы взяли интеллигента? «Интеллигента я ненавижу интеллигента», писала Цветаева. И вообще, что это за герой? Вот если бы взяли Каляева, тут Пастернака вздрогнул. Это была одна из причин, трещин их отношения. И в 30-е годы, а там одно за другим, то арестовывают мужа и сына Ахматовой, то погибает Тициан Табидзе, с которым он очень дружил. Друзья начали исчезать. В 1939 году от советского Пастернака не осталось ничего. Просто ничего. То есть понадобилось время, понадобились репрессии, понадобилось то, что он понял, наконец, где он находится. Дело осложнялось еще тем, что ведь его родители были выпущены за границу в 1921 году. Они уехали... Можно? Давай. Здравствуйте. Они уехали в Берлин и, собственно говоря, до самой смерти прожили там. Значит, мать, две дочки, мальчики остались здесь. И в 1930 году он делал первую попытку туда попасть, не попал. Вот. И с родителями виделся очень редко. Только перед войной, в 1936 году он поехал туда на Конгресс и увиделся с ними. Когда отец умер в 1941 году, ему Симонов привез и сберлил посылку с отцовским пиджаком. Это был единственный его пиджак. В нем его и похоронили. Он помогал своей первой жене, Жене Лурие, и сыну. Он помогал, естественно, и до конца не оставлял Зинаиду вторую свою живу. Он помогал Ольге Ивинской своей последней любви и ее детям. Он помогал вдоветь и цианатобиться. Своей у него просто не было. Потому что все уходило на... Я недавно был в гостях у Ларисы Миллера в очередной раз. И она рассказала мне, как она один раз девочкой увидела пастернака. Они шли с мамой по переделке, они там дачу снимали. И вдруг появился такой высокий несколько стулый человек в резиновых сапогах в плаще китайском, который подошел к соседнему забору и крикнул Корней Иванович. Корней Иванович туда выше. Это она говорит была вот единственная встреча. Да. Как все. Сталин звал его небожителем. В 49-м году, когда арест пастернака был уже предрешен, когда он был внесен в списки, потому что арестовали Ольгу Ивинскую, как за связь с английским шпионом. Английский шпион был пастернак. Так вот, Сталин сказал не будем трогать этого небожителя. И вычеркнул его из списка. Кстати, у Ивановича была странная, он вообще был не лишен некоторого литературного вкуса. Слушай, не всех же он расстреливал. Кое-кого и оставлял живых. Вот Ахматову не тронул. Вот Цветаеву в принципе может быть и тронул бы, но не успел. Она сама. Вообще проклятая эпоха, конечно. Бастернак в 30-е годы перестает писать. Он не писал восемь лет. Вообще ничего. Представляете, для такого поэта восемь лет не писать. И начал писать уже перед самой войной. Ну, потом война, потом закончилась война, Бастернака еще были. Вот все передают его разговор со Сталином по поводу Мандельштама. Ну, рассказывать или вы знаете? Конечно, рассказывать. Ну, рассказывать. Ну, Мандельштама нужно было арестовать. Пастернак сидел дома, вдруг раздался звонок, Зина говорит, Борис, тебя Сталин. Он берет трубку, Сталин задает ему вопрос. Что вы можете сказать о своем друге Мандельштане? И тут Пастернак теряется и говорит какую-то чушь, за которую потом ему было страшно стыдно. Ну, вообще-то он мне не друг. И на это Сталин говорит, мы, старые большевики, иначе относимся к своим друзьям и вешают трубку. Казалось бы, да, поступок? Но через две недели к нему приезжает нарочный из Союза писателей для того, чтобы тот подписал письмо о расстреле Тухачевского и Экира. И Пастернак спускает его с лестницы. Вот. И к концу, уже после войны, это не сгибаемый, это другой человек, он пишет доктора Живаго. Вы знаете, странная вещь, я не люблю этот роман. Вот. Он слабо написан. Там самое, так сказать, самое хорошее, что там есть, стихи Юрия Живаго в конце романа. Но! Это была первая книга, первая, развенчивающая Ежина. Еще не было Солженицына. То есть, он был, но, по крайней мере, о нем никто ничего не знал. Еще не было Колумбских тетради Шаламова. Еще ничего не было, а Пастернак написал эту вещь. С присуждением Моноголевской премии тоже все непросто. Конечно, я думаю, что не без влияния ЦРУ все это случилось. Это действительно факт. Но то, как наша уже не Старинская, уже Хрущевская элита показала свое истинное лицо, это, конечно, страшная история. Ну, как это было? Он передал роман итальянцам, наш новый мир его отверг, вот, и в конце концов пришлось писать туда письмо, чтобы они немножко повременили, они не стали повременили, они сдали роман. И вот тут же перевели, и здесь началась травля. Травля, страшная травля. Пастернака исключает из своих записателей, оставляя правду в литфонде. Ему не дают работы, переводы, не дают переводов, не печатают книг, просто ничего. Человек вот в 58-м году исчез как бы из жизни. Он заболевает, у него сначала случается инфаркт, еще один, второй, когда начали его обследовать, обнаружил у него рак легких. И он очень быстро, в мае 60-го года, его не стало. На 71-м году жизни. Травль была страшная. Как писал один экскаваторщик, когда лягушка недовольна, она квакает в болоте. Но мне некогда ее слушать. Я не читал книг в Пастернака, но знаю, что без лягушек в литературе лучше. И вот в таком же примерно я могу это сравнить, только знаете, мне в кавычках посчастливилось быть на одном заседании суда над Бродскиным. И в Питере. И я помню это странное состояние. Но люди, когда они разговаривают, они же разговаривают между собой. Я вам что-то говорю, мне что-то отвечаете. говорил Бродский. Его никто не слушал. Просто никто не слушал. Судья моблила о чем-то своем. И с Пастернаком практически было то же самое. Ну, у Галича в песне, уже раз мы тут все-таки имеем отношение к авторской песне, все это сказано очень точно. Очень точно. В общем, система догнала и убила. Что и говорить. Это была предпоследняя жертва. Потому что после него через несколько лет был Бродский. Вот такая вот интересная судьба. Теперь о Пастернаке невозможно говорить, не говоря о его женщинах. Потому что для Пастернака это очень важно. И было всегда важно. Первая девушка, в которой он был влюблен, мы уже не знаем насколько первая, но по крайней мере о чем мы можем почитать она была Инна Высоцкая. Инна Высоцкая была дочерью фабриканта чаем и он ее учил в латыни. Ну начал учить в латыни. Инна он он вообще в молодости в молодости в латынинг в латынинг на билет. И вот он долго уговаривал его, что не надо, не надо, ну не надо это, ну уже все, 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 все. Ну, сошел. Вторая девушка, которую он любил была Лена Виноград. Это было более, так сказать, увеличение длительное. Он тогда ушел из семьи, потому что не мог находиться в этом кагаре, как он говорил. Они, они же, ну, еврейская семья, ну, люди страшно эмоциональные, мы все ругались, потом мирились, потом, ну, ему было шумно, потом играли на рояле без концерна. Он ушел из дома, снял каморку с видом на Кремль. И вот в эту каморку к нему дважды приходила Лена Виноград, но она только приходила и уходила. Вот. Ничего не было, кроме стихов. Потом она пришла к нему, значит, в Сивцев-Вражек, он там в очередной раз бродерничая жил с писателем-пельником, и он ее, она пришла чем-то расстроена, и он ее коваривал, что все будет хорошо. Это был двадцатый год. Скоро все наладится. Даже зайцы будут в охотном году писать, как раньше. Но зайцев мы до сих пор будем умереть, да? Зайцев мы так и не дождались. Вот. Женечка Лурье была его первой женой. Она была тоненькая женщина, худенькая, изящная, художница, которая терпеть не могла и по стиху. Вообще никак. Она себя считала великой художницей, а его посредственным поэтом. Ну, так бывает. Она уехала от него в Питер, он помчался в Питер, там родители быстренько ее усмирили и выгнали запрошу. за него. Вот. А дело в том, что жених он был на самом деле незавидный. Ну, папа с мамой, папа с мамой в скорости уезжают за границу. Вот. Ну, девять лет велся этот роман. Кстати, почти одновременно развивался этот знаменитый роман с Цветаевой в письмах. В письмах. Как раз ровно столько, сколько. Женечка была, ну, как это слово по-легчему, ну, нехозяйственная девушка она была. Она ему щей-борщей не варила. И считала, что ей не надо. На самом деле. Че там? После революции интеллигенции вообще же никогда. Ну, да. Ну, все-таки. Но, извините, когда появилась Зина, было все иначе. Да. Значит, 30-й год, 30-й год, не получив разрешения уехать за границу к родителям, у него было такое желание, он с приятелями сняли дачу по Дерпению. Это от Киева. Асмусы, пастернаки и Нейгаузы. А он впервые увидел Зину, как она простоволосая, драйла свою и так дочиста отмытую дачу. Потом они куда-то поехали в поезде, в станах вообще все в поезде. В поезде возник Роман, они проговорили всю ночь у окна, чувства развивались. Все посложнялось тем, что он был другом Нейгауза, а Нейгауз был другом его, и эта дружба была крепкой. Я недавно только прочитал, что у Нейгауза в это время была вторая сеньяшка. Ну, понимаете, вот так оно как-то было не вполне. Ну, понимаете, какая штука. Значит, с Нейгаузом тоже обвинять трудно. У него была невеста. Милица, я не помню, как ее фамилия была. Была невеста, потом он оставил ее, женился на Зиночке. Потом невеста появилась второй раз. И у него одновременно родилась дочка от этой вот женщины и сын от Зиноиды. Он ей обещал жениться в юности. Да, ну, да, развелась. Потерялись, а потом нашлись. Потом нашлись. Ну, в общем, короче говоря, была страшная сцена. Пастернак пришел к Зине для решительного объяснения. Увидел бутылку с йодом большую и выпил ее. Но хорошо, что Зиночка была в прошлом медсестрой. Она кое-что в этом понимала. Ну, вообще, его забоили молоком. Ну, такая была страшная. Бежал они кауз и говорит, Борис, ты сделал, ты сделал это. Ну, что ты, довольна, говорит он Зине. Доказал он тебе свою любовь. Очень страшная гордость. Ну, короче говоря, Зиночка была, конечно, его второй женой. Они прожили долго. Собственно, они прожили до конца. Потому что Ольга Ивинская, которая была последней его любовью, они познакомились в редакции журнала «Знамя», где она занималась, как это называется, молодыми авторами. Она обрушилась на него прямо как про Ивинскую. Никто хорошо не говорит, ребятки. Я много чего читал. Ну, я не знаю, опять-таки, кто... Ахматова служила ворону. Да, да, да. Ну, говорят, что она была и меркантильной, но страшная судьба-то какая-то. Первый раз арестовали, причем арестовали ее, зная, что... То есть, она была никому не нужна, и арестовывать ее было не надо. Ее арестовали, чтобы давить на Пастернака. Это вот та же самая история, что у Ахматовой с мужем и сыном. То есть, ее арестовывают, она 4 года, Пастернак здесь мечется, она возвращается, они долго... И, кстати, вот надо сказать, что они... У них были совершенно не безоблачные отношения, они несколько раз пытались расстаться. И инициаторами были попеременно то он, то она. Так что здесь, я думаю, я думаю, не стоит. Правда, ее дочка Ехидна написала, что у матери до классика было 311 любовников, а после классика никого. Вот, ну уж, да, чего мы будем сейчас кости перемывать? Ну, во всяком случае, Елинская взяла на себя заботы о его литературной работе. Помогала ему. Судьба этой женщины страшная. После ареста, она боясь повторного ареста, ей все время угрожали, что ее арестуют, если она не сделала того-то, того-то, того-то. Когда раздавался этот скандал с Нобелевской премией, ее вызывали и говорили, что вот если вы не заставите его подписать письмо с отказом от премии, мы вас снова арестуем. И этот шантаж шел постоянно. Потом как-то Пастернак устал от него безумно. Достал где-то 24 таблетки намбутала и сказал ей, что ты знаешь, говорят, что 12 таблеток это смертельная доза. Давай мы с тобой вместе примем и бросим им тем самым вызов. Ну, Оля тут же побежала в ЦК. Ну да, да, побежала в ЦК тут же. И они ей сказали, что вы, с ума сошли, надо обязательно предотвратить. Короче говоря, если есть агенты влияния, то они ее сделали. осуждать ребятки не поднимается ни рука, ни другая часть тела. Ну как? Мы же не знаем с вами. Нас же не арисовывали, на луганку не водили. Как бы мы себя повели, черт его знает. Вот. Во всяком случае, Зилочка расстаться не мог, потому что она не работала никогда. Он ее обеспечивал. И у нее не было даже пенсии. там были сложные хлопоты. Он всегда об этом думал. Часть гонораров завещана была и Винской за роман там. Для Винска это кончилась трагедией в очередной раз. Когда он умер в 60-м году, в 61-м, он ей оставил права на получение денег за доктора Живара. Она получила, как вы думаете, в чем? В долларах. И что с ней сделали? Ее посадили за валютные операции. Понимаете? Вот эта вот вся советская свалота, она, так сказать, настолько вот в этой истории вся... Вот ненавижу просто. Не могу спокойно об этом говорить. Ну вот, собственно говоря, вот такова жизнь. Такова жизнь. Значит, ну что? Сделаем маленький перерыв, а потом без перерыва будем читать стихи и некоторые песни. Ну, песни я знаю немного, у меня об самого две. Может, видите, она поможет немножко. Вот, потому что Аль Шулера сегодня с нами нет, так что вся нагрузка не на тебя. Ну, давайте попьем чай.